Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Катаклизм, тёмные дни впереди. И в прошлой серии Faraday Galactic подкачал себе немножечко навык кулинарии. У нас уже наверняка появились какие-то новые рецепты. Мы сделали бульон, из бульона сделали суп, и на это ушло много времени, да, и мы получили три кулинарии. Ну, подкачали немножечко себе шитьё до полутора, ну, практически с нуля там, да, сделали немножко одежды, немножко стрельбы из лука и меткости взяли, ну и в принципе всё. Сегодня я тут думал, вот сидел на кровати такой, на этих подушках, и решил, что надо, наверное, всё-таки переезжать на первый этаж. Как бы тут хорошо не было, такой прям собственный кабинет, но надо переезжать на первый этаж, чтобы меньше ходить, меньше бродить туда-сюда, и тратить на это попусту время. Домина большой, пока туда, пока сюда. А здесь, я думаю, неплохо можно будет сделать себе кровать небольшую, и давайте мы сейчас молоток в руку возьмём и поломаем этот мусорник. Что там, кусок пластика один. Вот, что мы ещё сделаем? Я хочу забрать все книги отсюда. Места не хватает, одеяла и подушки у нас там. Ладно, книги потом перенесём. Перетащить стул. Так. А, ты отпустил его. Бери стул. Спускаю его в самый низ. Вот так. Теперь возьмём кусочек стола. Мы можем подойти вот так и схватить кусок стола. И этот кусок стола отнести вот сюда. Так. Теперь. Теперь, теперь, теперь. У нас, по-моему, хватает ресурсов, чтобы сразу сделать себе кровать. Давайте мы... У нас сейчас производство 23%, да? Shift 8. Где там у нас... Это стены. Кустарная кровать. Кустарная кровать, это максимум, что мы можем себе позволить. Соломенная хуже. У нас матрасы есть. У нас есть другие кровати, да? Где можно получить матрасы. Но... На них надо 4 производства. То есть мы могли бы сделать вот такую кровать, нормальную, уже полноценную. Но... Нету пока столько производства. Мы в процессе. Поэтому берём и делаем кустарную кровать. Один кусочек вот такой. Берём, используем шторы. Земли подбираем. И ещё... Shift 8. Кусочек кустарной кровати, пожалуйста. Вот так. Я думаю, одинарной такой мне хватит. Кровать у меня большую, двойную. Я думаю, смысла нет. Было бы прикольно. Но тут место как бы... У нас склад и всё остальное, всё вместе. Я думаю, этого хватит. Положим сразу сюда подушки. Две у нас подушки, да? Ну, две выложим, ладно. И одеяло. Так. Выбросим кусок пластика. А сюда выложим книги, которые мы тут набрали. Может быть, почитаем немножко когда-нибудь. Журнал красота. Журнал красота можно уже разобрать, как я понимаю. Правильно? О, я Enter не нажал. Чёрт. Так. Интенсивно отмечал, старался. А Enter нажать забыл. Оп, оп. И всё. Выложились сюда книжки. Всё. Теперь у нас есть место для чтения. Есть кроватка удобная. И... Охота и дичь у нас ещё одна осталась. У нас две таких книги. Мы эту охоту и дичь можем сразу разобрать, я думаю. Shift-B и... Разобрать. 20 бумаги получим. У нас ещё одна такая книжка есть, точно. Так, хорошо. Что по навыку производства? 48% всего лишь. Маловато будет. Что мы можем ещё сделать? Давайте посмотрим. Shift. Так. Стулья, табуретки, скамья. Это, я понял, можно спать на скамейке, но это нам не надо. Бродильный чан. Что такое рейлинг? Рейлинг, рейлинг. Сложно. Бродильный чан. Для ферментации уксуса и различных алкогольных. Ну, в принципе, два производства. Я думаю, мы можем построить его где-нибудь вот там. Shift-8 и... Нет, кровать мы уже сделали. Давай бродильный чан. Вот сюда поставим его. Вот. У нас нет сусла для брожения. Сусло. Пряное сусло. Медовухья. Три кулинарии как раз. Надо мёд. Засахарённый мёд. Или медовые соты. У нас есть улья. Локации такие. По три клетки на карты. Три на три такие. Но там... Там адовые гигантские пчёлы. Просто... Лютые. У них жало, как огромный меч. Поэтому... Ну, построить мы построили, да? Ой, я на русский... С русского на английский не переключился. Это постоянное переключение, конечно. Производство на 60... До 68% мы подняли. Маловато. Надо смотреть, что мы ещё можем сделать. Заколачивая окна, мы уже не поднимаем, как я понимаю... Эти... Навык себе, да? Два листа металла для верстака надо... Печь. Ямы. Ремонт. Заколотить окно. Производство до 1. Это нам уже ничего не даёт. Можно стенки покрасить, если очень сильно хочется. Занавесь. Шитьё 1. Но всё равно не то. Заклеить. Очистить разбитое окно. Пустая оконная рама из досок и гвоздей. Вы можете... Установить лист стекла. Переделать раму в стену, если у вас достаточно времени. О. Я бы хотел где-то здесь сделать дверь. Давайте разберём вот эту штуку. Разобрать мебель. Да. Чё-то долго разбирал. Чё-то снова хрипеть уже начинаю. Так. Во-первых, снимаем шторы... Отсюда. Так. Всё это... Ой, не туда. Всё это дело мы... О-о-о-о. Это я зря. Ладно. Мы тогда сделаем... Вот так. Гвозди. Шнур. Доски сюда. Палки сюда и шторы сюда идут. Так. Хорошо. Здесь, по идее, у нас ещё хватает... Дальности, да? Строить окно. Производство два. Блин, досок. А почему... А, это... Это мы шторы вешаем, а не просто встроим окно. Правильно? Час и пятнадцать минут. Что мы сделаем? Давайте посмотрим. Вы закончили строительство. Да, это мы срываем занавески снова. Но, по идее, навык мы производство подняли. Окно с занавесками. Окно с занавесками. Это вот этот вариант у нас. Давайте попробуем... Можно было не разбить, можно было разобрать. Аккуратненько выносить стекольную раму. Но, ладно. Шифт восемь. Строить окно. Пустое, да? Но, вот как раз для пустого окна не хватает... Пустая оконная рама. Вы можете даже... Или даже заколотить раму досками. Вы можете также переделать раму в стену. Если у вас есть достаточно времени. Я бы переделал раму в стену. Мы можем принести сюда много досок. Ну, ломай. Ужасный голод, кстати. Надо поесть. Сейчас будет... Вот это все надо теперь аккуратненько забрать. Ой, ой, что-то я путаюсь в клавишах еще на этой боковой клавиатурке. Так, выкладывай, отпускай, да? И смотрим. Пустое окно. Вариант 1. Нажмите, понятно, в поиск выбора недоступного строительства. Я не могу... Ааа... Блин, да я могу здесь окно себе поставить. Это не то, что мне надо. Как мне вот раму отсюда убрать? Вот что мне интересно. Потому что вот вроде вот дверь... Да, дверь я сюда поставить не могу. Я бы очень хотел сюда поставить дверь, но... Не могу. Знать бы почему. Разобрать мебель. Ну, это мы стекло вынимаем. Заколотить можно. Строить деревянную стену. Полупостроенная стена, полупостроенная стена. Распирливание бревна 2 или выше. Не могу построить. То есть это не стена у меня получилась. Разобрать... Мебель разобрать ее уже тоже не получится, эту стеночку. Так. Нам надо, наверное, да, инструмент со значением распиливания дерева 2 или выше. А у нас только распиливание 1. Как я понимаю, у нашего этого... Как оно называется там? Теслон, да. Распиливание уровень 1. И, скорее всего, на распиливание 2 уровня у меня нет ничего. Производство на 90% уже. Так. Какие у нас тут есть варианты еще интересные? Что мы можем сделать? А ну-ка. Занавес неинтересно. Строить дверь, окно. Да-да-да. Каменную стену. Знак. Рейлинг. Что такое рейлинг? Я уже спрашивал, по-моему, об этом. Скамью, кровать, стул, вешалку. Вешалку не хочу. Но если она... Да, 25 минут. Давайте, наверное, сделаем здесь вешалку. Вот так. Где там у нас она? Не будем надеяться, что это даст нам 10%. Нет. Но мы можем вешалку разобрать, по идее. Правильно? Да. И построить еще раз. Где там она? А, не могу отсюда, здесь построить. Да, надо перенести это барахлишко сюда, к примеру. И теперь можно построить здесь вешалку. И теперь, наконец-то, 3 производства. Ровно. Давайте теперь посмотрим, что у нас на 3 производства появилось интересненького. Разрезание. Нож неинтересно. Тоже ничего нету. Штык. Это модификации для оружия. Короче, понятно. У нас появились новые стрелы. Вот. Простые деревянные, но это на маленькую дичь стрелы. Как раз на этих, да? На норок охотятся. Чтобы не взрывать их стрелами. Посмотрим. Надо подумать будет. Химия. Башмаки. Деревянные. Сомнительно, мне кажется. Дают броню. Хорошую. Но... Что там у нас? 5 урона. Можно ногами пинать всех будет. 10 скованности дает. А ну, давайте посмотрим на наши... А я не могу, да, наверное, так посмотреть на них? А, могу, могу. А, где там соломенные сандалия? Скованности 7. Мы 3 скованности получим, но зато получим неплохую защиту. Соберем себе деревянную броню. Это будет интересно, я думаю. Я не могу на вешалку все это дело положить. А ну-ка. Может, у вешалки есть... Вешалка. Нормально все повесили. Я на вешалку стать не могу, типа, наверное. Как-то так это работает. Так, хорошо. Как мы... Давайте, наверное, сразу крафтим. Башмаков. 100 ходов на атаку. 5 тепла. Да. Ну, 10. Ну, слишком. 12 защиты и 8 грежущей, по-моему. Да. Берем. Две доски. И... Ой, выбросить. Я не выбросить хотел, наверное. Я хотел... Молоток этот. Да. Ботиночки мы одеваем. У меня уже есть обувь. Я понял. Значит, надо нашу обувь скинуть. Это у нас чего там? Соломенных сандалий. Так. И... Соломенные сандалии мы... Тоже на вешалку. Повесим. Так. И теперь одеваем пару деревянных башмаков. Окей. Ноги мы укрепили. Ступни. Чтобы за пальцы нас не кусали эти, да? В деревянных. Класс. Что там дальше у нас? Платье. Неинтересно. Но все остальное, по-моему, это у нас было, да? Мы подняли производство. На 13% этими башмаками мы подняли. Слушайте, неплохо. Может, сделать таких еще десяток башмаков? Давайте поедим лучше супчика еще. Навернем. Холодного, конечно. Но... Ничего. Во. Наелись, напились. Ммм... Давайте пока посмотрим, что у нас еще. Впрочем. Деревянная затирка. Используется в строительстве для сглаживания бетона или раствора. Сглаживание, уровень. Ну, это надо делать. Тут как бы, да. Может быть, сейчас оно мне не надо, но рано или поздно может и пригодиться. Это все-таки инструмент. Масляная лампа. Тоже три производства. Чинит так. Масляная лампа. Это дает не слишком много света, зато горит долго. Используйте максимум 800 зарядов лампового масла. Ха. Давайте сделаем, как бы... Я не делал себе еще лампы. Что там надо? Стеклянная банка одна. Я думаю, можем потратить и алюминиевая банка тоже. И немного металлолома. Давайте, я не знаю. Избавиться от затирки. В инвентарь положить. И эту штуку мы выложим здесь. Но масла там нет пока. Но это пока. Можно будет попробовать. У нас... Мыло. Ламповое масло. Base camp. По-моему, нам просто нужно зажечь огонь. Нет? Мультиварка. Набор химика. Плита. Плита на ламповом. Угольная коптильня. Угольная плита. Электроплита. Да, нам нужно просто зажечь плиту. И мы сможем сделать ламповое масло. Жалко, что кулинарию оно качать нам не будет. А что мы делаем? Из чего мы делаем? Из сливочного масла. Ну, все правильно. И воды. У нас, кстати, воды уже мало. Надо будет пойти набрать водички. Хорошо. Это все понятно. Колесо. Стремянка. Чесалка для пряжи нам надо? Ну, я не знаю. Это давайте сделаем. Почешем пряжу какую-нибудь. Когда-нибудь, может быть. Сразу ее выбрасываем. И выбрасываем затирку сюда. Так. Что там, кстати, по производству? 3 на 26% не густо. С ботина как-то бодрее качалась. Shift. Так. Колесо нам не надо. Лодочный корпус. Ой-ой-ой. Лодочки. Лодочки. Как хорошо. Сейчас бы поплавать куда-нибудь. Но плавать тут опасно. Может вынырнуть зубастая акула. И все. На этом плаваем. А, мы закончили, кажется. Да. Больше нам ни на что не хватает материалов сейчас. Производство 0. Давайте посмотрим вот отсюда. Шипованная броня. Это для машины. Долото, лопата, лист стекла, кузница нужна, туристический столик, раскладной, наверное, какой-нибудь, да? Углевыжигательная печь. Закручивание болтов. Горелка. Так. Распиливание дерева и наковано. Понятно. Костяной брони. Это тоже для автомобиля. Ну и все. Вроде верстак. Нам на него не хватает. Скотч монтажный. Фляжка тоже хорошо. Но там, да. Крафты это такие тут пока серьезные. Не для нас. Угольная коптильня. Угольный водоочиститель. Где бы нам уголь взять? Мы... Коптильня... На древесном угле. Шашлыков на выходных. Покоптить бы шашлычки. Записан выживание в дикой природе. Рецепт не запомнен. То есть крафтить мы садок этот не можем. Надо найти книжку, да? То есть вот так вот нам показывают. Я чуть первый раз обратил внимание на эту надпись. Так. Ну, все остальное уже там пошло. Производство 2. Неинтересно, короче. Неинтересно. Давайте сделаем стрел. Сколько мы можем сделать? Тихо, тихо, тихо. Вот сюда подойдем. И сделаем стрел. Простая... Да. Б. Нажимаем 5 стрел, да? 5 досок. Из 15. Нитки. Но у нас много ниток, в принципе. Мы можем сделать 50 себе. 5 кусков пластика. Пластика, пластика, пластика. Ну, давайте сделаем. Да. Делай. Делай, что хочешь. И... Теперь... 3.45. Маловато. Маловато будет. Ну, например, вот эти стрелы мы уже можем выложить. Я думаю, да? Грубые, деревянные. А эти оставим. Будем охотиться на мелкую дичь уже этими стрелами. Там урон вроде чуть больше у них получается. Можем сравнить, да? Shift-I. И простая деревянная стрела, и грубая деревянная стрела. Грубая. Мы простые делали. Простые легче. Да. Урон на единичку больше. И... На атаку меньше требуется ходов. Множитель урона... Множитель, правда, да? Тут меньше выходит. Ну, и разброса-то поменьше. Ну, окей. Потом мы сможем... Наверное, если бы у меня была навыка... Стрельбы больше. Я бы, наверное, мог бы как раз... Да, может... Давайте пойдем поднимем навык стрельбы себе сейчас. Возьмем, наоборот, вот эти вот стрелы. Которые я выбросил. И... Выложим, наоборот, сейчас вот эти стрелы на мелкую дичь. Чтобы их не тратить. А грубые стрелы пойдем сейчас на втором этаже постреляем. На улицу не хочу идти. Там дождь идет. Можно было бы, конечно, и на улице пострелять. Но погода сегодня нелетная. Так. Хорошо. Там больше ничего интересного нет. Ты как будто бы бегаешь, слушай. А, да, он в натуре бегает. Я, видимо, когда что-то клацал... Переключился на бег. Так. Все. Стреляем. Стреляем. Нет, не стреляем. Лук надо в руки взять. Взять в руки. Так. И... Поехали. А что там было? А-а-а. Что там пишут? Стрельба из лука 35% до второго уровня. Поехали. Тут еще тоже вопрос в том, как опыт нас начисляется. 10% мы подняли. За то, когда мы попадаем, или за то, когда мы просто натягиваем тетиву? Так, надо забрать вот это вот все. Попробуем прицельными. О, боже мой. Давай. Можно ближе, наверное, подойти. И мы тогда будем меньше клацать. Да? Да, по-моему, то же самое. Как там дела? Меткость 57%. Окей. Все. Фокус 27%. Надо идти немножечко передохнуть. Может быть, поесть сейчас что-нибудь. А то уже прокачка там никакая не идет. По большому счету. Блин, вот это как... Мы же дырку себе сделали. Теперь холодно нам будет в комнате. Как нам теперь от этой дырки избавиться-то? Походу, никак. Пока что, во всяком случае. Нам надо, наверное, еще на единицу производства поднять. Может быть, потом у нас появятся какие-то инструменты новые. Так, пока. Все тухло. Ладно, давайте мы сейчас что-то, может быть... У нас сильный голод и жажда. Доедим суп. Вареные дикие овощи. Ну, тоже надо доедать. Довольно свежие. Всю партию доедим. И, наверное, попьем чистой водички немного. Во! Другое дело. Может быть, присесть почитать немного? Наверное, попробуем что-нибудь. Давайте, вот мы как раз там начинали вроде бы читать охоту на дичь. Мораль повышает. Чуть-чуточку. Один раз. Давай, сначала... Не густо, да? Давайте, наверное, дочитаем. Охота на дичь. Пока не улучшится текущий уровень. Ну, вот уже темно. Фокус мы так и не подняли. Но ничего. Раз такие дела, давайте мы... Наверное, разожжем костерок сейчас. Сейчас как бы спать еще рановато. Но мы можем... Надо дров положить сначала, да? Так. На единичку. Тут зола у нас лежит. Так, так, так. Палка. А, доски я, наверное, отсюда все израсходовал. Наверное. Как бы нам теперь... Так. И вот так, да? Оп. Тек. Духовка. Да. И смотрим, что у нас тут есть. Расколотые древесины немного можем скинуть. Там она, по-моему, для чего-то нужна была. Где-то для какого-то крафта. Я помню. Колол что-то когда-то себе, чтобы древесину это получить. И пять досок всего лишь. Не густо. Ну, ладно. Сожжем парочку. Так. Разжечь костер. Давайте посмотрим, что там у нас. Можно приготовить по еде. Желуди не хочу. Бульон опять. Опять бульон. Ну. Наверное, да. Можно омлет, конечно. Но яйца могут полежать. Яйца есть не к спеху. А вот какой-нибудь бульон наварить. Да. Из каких-нибудь овощей. Которые там тухнут. Давайте мы, наверное, сразу употребим. Это сгнило и воняет просто ужасно. Тухлый бульончик. Нет. Выливай все это дело в ведро. И пойдем мы это ведро сейчас куда-нибудь выкинем. По-моему, придется есть яйца. Это ведро с тухлого бульона. Выльем. На улицу. И наберем ведро чистой воды. Так. Полынь, стебель, рогоза. Но я всю воду израсходовал. Я больше... Ничего. Я могу попробовать, конечно, еще овощного супа наварить. Из этого сгнившего бульона. Ага. Наверное, слишком хитрый план. Рогоз долго мы делаем. Ну, надо, наверное, быстренько омлета пожарить все-таки. И поесть. Это шесть яиц мы делаем. Давай. Яйцо птицы. Неважно. В принципе. Давай горяченького омлета. Во. И воды. Что у нас там? Вода у нас, по-моему, вся закончилась, выходит. Я что-то не вижу. Наверное, да. И мы кипяченую, наверное, последнюю воду. Короче, ладно. Надо тогда брать ведро. Вот это. Одну галлонную бутылку. Или две. Хм. Я думаю, можно обе взять. Взять ведро в руки. Так. И пошли. У нас... Да, в принципе, можно и здесь воды набрать, я думаю. Тут она не должна быть соленой. А, нет. Соленая вода. Зараза. И здесь соленая вода. Ну, потому что, типа, болото тут. И тут соленая вода. Ну, соленая вода нам тоже нужна будет. И вот это... Давай поломай этот шип. Не хочет. Ладно. У нас есть вода здесь. Угу. Вылить в контейнер. Давайте мы, наверное, первым делом unload нажмем ведро. Я отойду, наверное. Shift-U. Разгрузить. Разрядить, точнее. Вылить на землю весь этот бульон. Зеленый. И... Вылить в контейнер. Ведро. Вылить в контейнер. В одну бутылку. Хотя, давайте и во вторую. Какая разница. В термос... В термос, наверное, не будем, кстати. Я термос что-то не выложил. Окей. Все. Теперь выкладываем все это делом. Термос тоже выложим. И ведро. Так. Время неизвестно. Сколько, к сожалению. Попытка номер два сделать бульона? Ну, у нас вроде все свежее. Мы можем... А, ну из рогоза мы можем бульон сделать, да. Как вариант. Ну, давайте попробуем. Из рогоза, так и из рогоза. Желуди готовить. Двадцать четыре минут. Ну, кстати, кулинария и выживание как раз прям... То, что надо. Можем три... Из ревеня. Давайте из рогоза сделаем. И сразу все съедим. Вот так вот. Я по-прежнему голодный, но напился. День четыре. Ночь. Давайте, наверное, мы еще что-то приготовим. Не хочется так спать, ложиться. В желуди. Ну, давай в желуди. Девять желудей. Мы три часа будем готовить. А, нет экономии времени при серийном производстве. Печально. Печально. Два часа. Давай полтора часа потратим, ладно. Во. Все. Хорошо. Можем теперь ложиться спать. Я чуть по привычке не пошел на второй этаж. Что у нас, кстати. Производство 45. Кулинария 39. В принципе, поднимается потихонечку. Шифт 4, да. И сохранить игру. Я сохраняю тепло при помощи одеяла. Не сплю себе спокойно. Светает уже. Ужасный голод. Так. Хорошо. Мы можем... Замороженные голоди у нас. Блин. Охлажденные. Ну. Я думаю, мы можем... Поесть корневище. Быстренько. Стебли. Приготовленные желуди подождем, пока разморозится, наверное. Они у нас в руках были и... Мы их держали. Ну, было в карманы хоть положить. Там, может, не замерзли бы. Так. Хорошо. Что мы делаем дальше? В принципе... Фокус мы вернули. Идем дальше качать навык стрельбы из лука. 24 стрелы у нас есть. Я думаю, можно сделать еще простых стрел для прокачки грубой, деревянной. Да, обычной такой. Ну, вон. 30 сделаем. Я думаю, этого хватит нам, чтобы до двух поднять навык стрельбы. Избавиться. Надеть. Скрафтили. Так. Взять в руки. Положить в инвентарь. Стрелы. Хорошо. Идем постреляем. Аккуратненько себе там на втором этаже, где мы там себе стреляли. Тут в телевизор можно пострелять. А, у нас, кстати, прекрасная погода на улице. Идем на улицу. Че я? Там снежок идет. Но это не страшно, я думаю. Тепло, комфортно, вроде норм. Давайте поставим себе где-нибудь здесь, как тренировочную цель. Вот это вот дерево, к примеру. И будем тренироваться. Смотрим, что там у нас меткость. 70% стрельба 69. Ну, 70-70. Поехали. Пил, 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 пил. Че пишут? Давай, 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 стреляй. Че пишут? О, 85. Вот это хорошо. Когда фокус на высоте, то прокачка идет вполне себе бодро. Ну, че, есть два. 98% мы докачали меткости до двух. Стрельбу... Есть. Докачали стрельбу из лука до двух тоже. Давайте соберем эти стрелы. Нечего им тут валяться. Мы можем, кстати, поставить... Мне не очень нравится. Есть у нас в настройках функция автоподбора. То есть можно поставить, чтобы персонаж, когда наступает на стрелу, все время ее подбирал автоматически. Или даже когда не подбирает, когда рядом с ней проходит. По-моему, так это даже работает. И с одной стороны как бы удобно. А с другой стороны не очень, потому что я постоянно из складской кучи собирал себе стрелы когда-то, когда играл там, тестил. Вот. Ну что. Давайте теперь посмотрим, что мы можем теперь скрафтить из... Может быть, новый лук? У нас дерева нет, конечно. Так. Примитивный лук. Нового лука я не вижу. Дальнобойная. Да. Нового лука нет пока что. Потом стрелы... По-моему, новых стрел тоже не появилось. Это неожиданно. Наверное, на трех стрельбы все-таки появляется что-то новое. Ну тут уже, конечно... Не, ну можно качать как бы на тренировочной этой. Стрельба и меткость у нас на двух уже. Ну ладно. Давайте тогда... Раз у нас досок сейчас уже нет практически, надо... Фокус нам как раз не надо. Давайте сейчас положим книгу. Книгу. И... О, желуди можем поесть как раз. Но мы есть не хотим. Мы пить хотим. А воду я не вскипятил. Черт, надо было воды накипятить вчера. Ну, придется разжечь огонь. Хотя бы одну доску сейчас кинем. И надо вскипятить воды себе сколько там получится. Там что... Да, вот так вот. Вот так вот отсюда. В духовку. Да, да, да. И... Две доски возьмем. Так. Разжечь огонь. Вот это аж это у нас деревянные панели. На них нет еще текстурки. Новый тоже строительный материал. Сейчас теперь все стенки. Все остальное из деревянных панелей крафтится. Так. Shift 7. Чистая вода. B. 20. Нет емкости для 20. Давай хотя бы 8. Избавиться. Одеваем лук. Давайте попьем. Попьем. Еще раз попьем. Вылим в контейнер. В термос. И вылим в пластиковую бутылку немного. Можно еще вскипятить. Давайте, наверное, еще вскипятим немножко. Что сделать с чистой водой горячей? А, я одну типа сделал. Я понял. Это я зря вылить в контейнер. У нас ведро освободилось. Не то, чтобы я люблю в ведре хранить. Но ладно. Мы можем, кстати, вот так вот вылить в контейнер. Двенадцать. Двенадцать. Кстати, да? Неплохо. Одиннадцать. Короче, десяток можем еще сделать, я думаю. Давайте тогда вот так. И... Б... Десяток, да? О, отлично. Вылить в контейнер, все в трехлитровую банку. Хорошо. Что там у нас? Итого уже день. День, день, день. Мы, получается... Как у нас там... Навык выживания поднять было бы тоже неплохо до трех. Но, наверное, лучше производство до четырех дотянуть. Поэтому пойдем возьмем сейчас в руки молоток. Молоток взять в руки. Так. И пошли ломать. Пошли крушить все, что нам может принести доски. Мы можем, кстати, горшки вот эти поразбирать. Что-то я забыл про них. Разобрать простую мебель. Так. И еще раз разобрать простую мебель. И здесь мы получаем пластиковый цветочный горшок. Два с половиной литра. Мы, в принципе, наверное, можем в нем и воду хранить тоже, да? Почему нет? Могу я все это забрать? Да, увядшие растения. Там как бы ничего не весят, по большому счету. Две доски. Окей. Доски, гвозди. Увядшие растения. Тоже расколотая древесина. А вот пластиковые горшки сюда положим. Что нам надо? Желуди. Я есть не хочу пока. Да. Можем двери сломать. Можно их, кстати, по-моему, разобрать. Разобрать. Давай. Итого у нас деревянная панель и четыре доски. Есть. Все это, по-моему, не поместится к нам в этот. О, помещается. Смотрите, неплохо. Так. Немножко досок мы собрали. Что мы можем сделать полезного еще? Мы, по-моему, можем сделать коптильню, да? Где там у нас она была? Шкаф для одежды, книжную, вешалку, рабочий стол, стул, скамью. Все это неинтересно. Где моя коптильня? Шестнадцать досок. Понял. Или шестнадцать палок. Можно палок принести. Но у нас на самом деле здесь хватает. Досок, палок. Все, можно поломать к чертям. И получить немало. Столы он тут тоже эти никому не нужны. Давай, ломай, бум. Устал, наверное, наш персонаж. Просто уже давайте сейчас соберем все это дело. Так. И поломаем еще вот эту штуку тоже. Она нам не нужна. Сейчас, во всяком случае, потом можно будет перенести. С этих занавески, с этой, мы получаем много шнуров. По-моему, там шесть или девять длинных шнуров, на которых эти бусинки висят. Так. Так. Хорошо. Что там у нас? Значит, коптильня была, да? Коптильня. Давайте посмотрим, подумаем. Предназначена для копчения пищи. И лучшего сохранения вкуса. Производство три как раз. Давайте коптильню мы поставим сюда. Что там у нас? Коптильня. Вот сюда. Коптильня. Окей. Коптильня. Это пол, говорит мне. Коптильня. Положить еду для копчения. Осталось 20 литров. Сырое мясо, рыбу или колбасу для копчения. Или же фрукты, овощи или копченое мясо для сушки. У меня нет еды сейчас с собой, которую можно было бы положить. Хорошо. Мы подумаем на эти. 59. Мало подняли мы навыка. Меньше, чем хотелось бы намного. Так. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Угу, угу, угу. Давайте мы тогда сделаем, может быть, еще тех же стрел, как вариант, чтобы вот этих вот. Нам нужно растительное волокно или нитки. Растительное волокно сделать не проблема. Мы просто разбираем. Мы когда клейстер, по-моему, делаем, да, получаем тоже растительное волокно. Клейстер. Мы получаем 50 растительного волокна. Давайте сделаем. О, 6 часов. Ёлки-палки. 6 часов. 620 калорий. Ну, делай, что, как бы, около полудня, как раз к ночи сделаешь. Давай. Немножко проголодавшийся, но разбухший. Избавиться от молотка. Положи его в инвентарь. И давай, поехали. 6 часов. Делать клейстер. И навыки мы не получаем при этом, что обидно. Так. Сделали. Мы получили целый вагон. Этого. Клейстер мы выбрасываем. 450 растительного волокна мы получили. Но клейстер, кстати, надо переработать, может быть, сразу. Или съесть. Давайте посмотрим, сколько он хранится. Один день всего лишь. Съешь немного клейстера. Вот так вот, да? Парочку. Троечку. Все. Я думаю, ты дойдешь, что мы тебя накачали просто им. И сделать муку, наверное, надо будет из клейстера сразу. 54 минуты. Ух. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. 6 муки. А, ну, час, в принципе. Да. Нормально. Нормально. Согласен. Да. Потемнело. А нам не надо. Мы могли это ночью сделать. Нам свет не нужен был для этого. Ладно. Я не против. 90 муки у нас есть. Мука хранится, по-моему, долго. Я надеюсь. По-моему, она здесь. Вон, 90 муки. У нее вообще нет срока годности. Она несъедобна и не портится. Лежит себе кучкой на земле и хорошо. Так. Тем временем потемнело, да? Мы ни мукой, ни клейстером не подняли себе ни капельки навыков. Потому что это все не то, что нам надо. Но мы получили кучу растительного волокна. И теперь мы можем, по идее, сделать еще стрел. Слишком темно. Это понятно. Ложиться спать как-то не хочется. Сейчас еще закат. Наверное, разожжем немного. Да. Разожжем огонек и теперь покрафтим стрелы. Простые деревянные стрелы на... Стоп, 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 стоп. Шесть, семь. Боеприпасы. Б. И пять стрел как раз. У нас будет сотня. Сотня стрел. Что мы получили? О, маловато. Маловато. Хочется больше. Навык производства. Да, маловато. Фокус немного упал. Но фокус в норме там вполне. Ладно, давайте что-нибудь, может быть, приготовим еще. Что мы можем... Кстати. Давайте... Возьмем себе деревянное копье еще. И можно бить на расстоянии. И... У него урон вполне неплохой. Меткость чуть повышенная даже. Пока у нас... Нового лука еще нет. Копье с наконечником у нас есть вариант, да? Но... Написано, что быстро разбивается копье с наконечником. Железо и дерево. А тут просто из дерева. Да. Мне кажется, это... Вот это копье получше будет. Ну, давайте мы его сделаем в любом случае. Сколько мы... Две минуты будем всего лишь делать как раз. Давай, положите в инвентарь. Что еще там интересного можно себе скрафтить? Мы еще можем сделать... Пару стрел. Маковый сироп под чаем. Супер клей. И ламповое масло, кстати. Тоже как вариант можно сделать. Но, опять же, блин, навыки... Не качаются. При всем при этом, к сожалению. Деревянная затирка. Восемь гвоздей. Стремянка у нас там есть, если что, где-то одна. Хочется что-то еще скрафтить. Такого поделать быстренько, чтобы... Поднять до четырех себе производство. Вот, кстати, углевыжигательную печь мы можем уже построить. Как раз три производства надо. Но нужно сорок камней насобирать. Я думаю, мы этим и займемся. Но уже в следующей серии. Сейчас ляжем, поспим. И, блин, тоже огонь, да, горит. И все впустую, короче. Может быть, почитать перед сном немного. Далеко. Ладно. Надо что-то еще скрафтить все-таки. Мы можем, конечно, разобрать, насколько я понимаю. Давайте попробуем. Посмотрим. Разобрать мебель. Мы можем коптильню разобрать. И сделать еще раз ее. Как бы... Попробовать сейчас. Так. Ой-ой-ой. Не туда. Не туда. Ладно. Бросаем. Давайте сделаем shift 8. Разобрать мебель. Где там у нас коптильня? Полтора часа. И ставим ее сюда. Бам. Поставили. Что мы имеем... Сделаем одну стрелу. Сделаем одну... Или подождите. Стрелы... Да. Стрелы три производства эти дают. Все хорошо. Пакет. Давай вот эту вот коробку бумажную. Избавься от деревянного копья. Положи в инвентарь. И... Да. Производство подтянули до четырех. Наконец-то. Давайте посмотрим на новые рецепты напоследочек. Это интересненько будет. Так. Что там у нас? По идее, да. Окованный сталью посох. Понятно. Гвоздемич. Гвоздемич. Ха. Интересно. Так. Режущая мачете. Но тут понятно. Пока все... Непросто. Композитный лук. Нам надо еще две косточки найти. И мы сможем сделать себе новый лук. У которого урон восемь. Восемь. Вот оно. Вот оно. Я помню, да? Стрельба из лука два и производство четыре. Как раз. Все четко. Это то, что нам надо. Дальность четырнадцать у короткого лука. Дальность тринадцать. То есть на одну клетку дальности больше. Но и урон на... Больше, да? Выходит. Ходов на атаку меньше будет расходоваться. Лук сделан из несколько слоев разных материалов для повышенной эффективности. Его сложно изготовить, но он мощнее коротких луков и из одного вида дерева. А сколько силы нужно на него? У меня-то хватает на него точно. Просто интересно. Силы пять нужно. То есть, да? Еще пока как бы такие простенькие луки. Все это. Это цель на нашу следующую серию. Нужно пойти фуражировать, к примеру. И искать кости. Ну или может быть, если повезет какую-нибудь эту норку бахнуть. Может быть с нее косточки можно будет вынуть. Это очень хорошо. И появились... Нет, не появились, по-моему. Наверное, на трех стрельбы из лука появятся простые деревянные стрелы. Не на мелкую дичь, а просто простые деревянные стрелы, которые будут уже нормально эти. Ну, чуть получше, чем, да. Что дальше? Мы, кстати, да, наделали муки. Мы можем сделать себе лепешек, к примеру. Или овощной пирог из... 30 муки из расхода. Ух ты. Но 490 этого. Стебель рогоза. У нас, я надеюсь, он еще свежий. Давайте посмотрим. Да, стебель рогоза еще 3 дня может храниться. Давайте, может, сделаем. Сколько там готовится будет овощной пирог? 25 минут. Проголодавшийся у нас уже персонаж. Храниться 3 дня будет. Я хочу. Чистую воду или просто воду? Давайте просто воду. Избавимся, положим в инвентарь и... О! Вот это хорошо. 4 штуки получается даже сразу. Неплохо. Средней свежести. Около 2 дней до того, как он испортится. Один съедим, а остальных 3 оставим на завтра. Прекрасно. Я думаю, пора ложиться спать. Около полуночи. Персонаж наш уже устал. Мы определенно хорошенечко спрогрессировали в этой серии. Прокачали производство до 4. В следующей серии сделаем лук посерьезней. И, может быть, будет уже проще как-то эффективнее прокачиваться стрельба из лука, когда мы будем хоть в этих выдр попадать, может быть. Ну, в этих... Как они? В норок попадать, да? И надо будет выживание покачать. Выживание подтянуть. Может быть, как раз... Еще какие-то новые рецепты появятся, чтобы что-то там интересного такого сделать. Окей. Окей. Ну, а пока что давайте мы, наверное, все-таки ляжем спать первым делом. И серию закончим, да? Сохранить игру перед сном. Хорошо себя засыпает Фарадей. Без каких-либо проблем. Прижимаемся к одеялу, чтобы сохранить тепло. Хочется пить. Надо было, наверное, запить пирог чем-то. Но мы можем сейчас быстренько попить. Игра не отпускает, зараза. Съесть один пирог и попить воды. Чистой. Охлажденной. Вот как-то так. Во. Отлично. Фарадей. Сыт. Бодр. Полон сил. И... Пойдем искать кости в следующей серии. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok